Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами рассмотрим тему сложения и умножения числовых неравенств. С числовыми неравенствами, так же как и с числами, можно выполнять различные операции. Сложение, вычитание, умножение. Для этого существует определенный набор правил, то есть определенных свойств для неравенств. Давайте сейчас с вами их и рассмотрим. Первое свойство это выглядит в новотагме символов. По сути, произносится таким образом, что для того, чтобы есть даны два верных неравенств, можно выполнить их сложение, сложив по член на правую и левую части. У нас дано неравенство А меньше В и неравенство С меньше Д. Выполняем их сложение, то есть сложение выполняем в столбах. Получается А плюс С меньше, чем В плюс Д. То есть если даны два верных неравенства, можно выполнить их сложение, сложив по член на правую и левую часть и получить тоже верные неравенства. Это было первое свойство. Теперь рассмотрим второе свойство. Даны два верных неравенства. А меньше В, С меньше Д, где А, В и С обязательно положительные числа. Тогда будет выполняться свойство, что А умноженное на С меньше, чем В умноженное на Д. То есть выполняется их произведение. А меньше В, выполним умножение на С меньше Д. И получим А умноженное на С меньше, чем В умноженное на Д. Все выполнили подчленные произведения правой и левой части. Здесь обязательным требованием является, что А, В и С это положительные числа. Потому что, как мы помним с вами из предыдущих свойств числовых неравенств, то есть если число будет неположительное при умножении на отрицательное число, знак неравенства у нас разворачивался. Чтобы этого не происходило, обязательно В, А, В, С, Д должны быть положительные. И теперь рассмотрим третье свойство. Когда то, что дано верное неравенство, А меньше, чем В, при условии, что А и В опять же положительные числа, только для положительных это будет выполняться. Тогда А в степени Н меньше, чем В в степени Н. Н – это натуральное число. Здесь рассмотрим на примере чисел. Допустим, 2 меньше, чем 3. А Н возьмем натуральное, оно, допустим, 2. Тогда 2 во второй степени будет меньше, чем 3 во второй. Если возведем в степень, получим, что 4 меньше, чем 9. Это третье свойство числовых неравенств. То есть всего 3 основных свойства числовых неравенств связаны с операциями над неравенствами. Теперь давайте рассмотрим следующий пример. Допустим, даны два неравенства. Х в интервале от 15 до 16 и у от 2 до 3. И необходимо оценить также неравенством, получается, сумму х, у, разность, произведение и частное. Давайте начнем с суммы. То есть необходимо оценить х плюс у. Используем первое свойство, выполняем сложение. То есть у нас известно, что х находится в границах от 15 до 16. Складываем с оценкой у. У в границах от 2 до 3. Выполняем подчленное сложение. Получается 15 плюс 2 это 17. Меньше, чем х плюс у и меньше 3. Ой, 3 плюс 16 меньше, чем 19. Получается, что сумма, вот это мы оценили сумму. Сумма х плюс у в границах от 17 до 19. Теперь давайте выполним оценку разности х минус у. Но для разности не существует свойства. Поэтому давайте разность представим в виде алгебрической суммы. То есть х будет плюс минус у. С точки зрения математики, то есть ничего не изменилось. Но мы можем теперь использовать свойства для сложения. Но для того, чтобы сложить, нам нужно представить оценку минус у. У нас известно, что у находится в границах от 2 до 3. Давайте оценим минус у. Чтобы получить минус у, нужно наше неравенство умножить на минус 1. При умножении на отрицательное число, знаки неравенства разворачиваются в противоположную сторону. Были знаки меньше, стали знаки больше. Минус 2, а здесь минус 3. Вернем знаки обратно, поменяем числами стами. Левую и правую часть неравенства. Получается у больше, чем минус 3 и меньше, чем минус 2. И теперь выполним сложение с х. Здесь прям ниже подпишу. Плюс. И оценка х у нас в границе х от 15 до 16. Выполняем сложение. Минус 13 плюс 15, получаем 12. Здесь будет х плюс минус у и меньше, чем 16 плюс минус 2. Это получается 14. То есть разность х минус у находится в границах от 12 до 14. Выполнили оценку. Теперь выполним оценку произведения. Х умноженное на у. Для произведения у нас существует свойство, поэтому записываем просто в столбик 15. х больше, чем 15, х меньше, чем 16. И умножаем в столбик на оценку у. У в границах от 2 до 3. Уполняем умножение. Получаем 30. Здесь х умноженное на у. Здесь 48. То есть произведение х и у находится в границах от 30 до 48. Выполнили оценку. И теперь следующее у нас необходимо оценить частное. Х деленное на у. Для частного тоже не существует свойства, поэтому сначала давайте распишем частное как х умноженное на 1 деленное на у. Х так и останется х. 1 деленное на у нам сначала нужно сделать отдельную оценку. Мы знаем, что у это 2 от 2 до 3 границ. Для того, чтобы оценить единицу деленное на у, нам потребуется свойство с прошлого урока. То есть если у от 2 до 3, то единица деленное на у, знаки обзорачиваются в противоположную сторону. Получается здесь 1 вторая, здесь 1 третья. Ну и вернем знаки обратно, поменяв местами правую и левую часть. Получается 1 деленное на у находится в границах от 1 третьей до 1 второй. И теперь выполним умножение на х. То есть здесь же подпишу, умножаем на х. Х в границах у нас от 15 до 16. И получается, результат запишу вот здесь. Получается 1 умноженное на... 1 умноженное на у умножаем на х. Получается х деленное на у в границах. 1 третью умножаем на 15, получается 5. 1 вторая умножаем на 16, получаем 8. То есть частная х и у находятся в границах от 5 до 8. Будьте внимательны, когда необходимо найти частная либо разность. Потому что для них нет явных правил. Насмотрим следующий пример. Известны границы длины основания А и боковой стороны В равнобедренного треугольника. Ну, выраженные в миллиметрах. То есть А у нас ограничена от 26 до 28 миллиметров. И В ограничена от 41 до 43. И необходимо оценить периметр этого треугольника. Ну, а первая в задаче говорится речь о чем? О треугольнике. Значит, вычеркиваем треугольник. Нарисуем схематический треугольник. Нам известно, что треугольник какой? Равнобедренный. Если треугольник равнобедренный, значит что? Значит, две стороны у него равны. Эти стороны у нас это В. В и В. Основание это А. Необходимо оценить периметр. Что же такое периметр треугольника? Это сумма всех трех сторон. В нашем случае две одинаковые, поэтому и 2 умножить на В и плюс А. Нужно там, по сути, оценку вот этого выражения. 2В плюс А. Мы знаем, что В это от 41 до 43. Давайте найдем 2В. Для этого нужно обе части. Сейчас неравенство умножить на 2. Получается, 41 умножаем на 2. 82. Меньше либо равно 2В. И меньше либо равно 43 на 2. Это 86. И теперь добавляем А. Плюс А. Складывать мы имеем правое ли равенство. Сложив по члену правую и левую часть. Поэтому А у нас в границах 26. И в границах 28. Выполняем сложение. 82 плюс 26 получаем 108. То есть А больше либо равно... Так. Это получается А плюс 2В. Больше либо равно 108. И меньше либо равно... 86 плюс 28. Это получается 114. Это и есть наш периметр. То есть периметр находится в границах. От 108 до 114. Вот мы и выполнили оценку периметра этого треугольника. Посмотрим еще один пример. Пользуясь тем, что корень из 5 находится в границах от 2,2 до 2,3. И корень из 6 находится в границах от 2,4 до 2,5. Необходимо оценить разность корень из 6 минус корень из 5. И опять же смотрим, что это такое эта разность. Это корень из 6 плюс минус корень из 5. Сначала выполним оценку минус корень из 5. Нам известно корень из 5. Что он в границах от 2,2 до 2,3. Можно минус корень из 5. Поэтому что делаем умножаем на минус единичку. При умножении на отрицательное число знаки неравенства разворачиваются. Получается минус корень из 5. Здесь будет минус 2,2. И справа минус 2,3. Расположим по возрастанию. Поменяем числа местами. Получается минус 2,3. Минус корень из 5 больше, чем минус 2,3. И меньше, чем минус 2,2. Нам необходима сумма с корнем из 6. Поэтому к этому неравенствуем. Добавляем еще и оценку корня из 6. У нас корень из 6 в интервале от 2,4 до 2,5. 2,4, 2,5. Выполняем подчленное сложение. Минус 2,3 плюс 2,4. Получается 0,1. Меньше, чем корень из 6. Минус корень из 5. И здесь получается минус 2,2 плюс 2,5. Получается 0,3. Выполнили оценку разности. И еще один пример. Условия те же, пользуясь тем, что только у нас два других корня. Корень из двух границах от 1,4 до 1,5. И корень из трех границах от 1,7 до 1,8. Необходимо оценить разность этих двух корней. Опять же, просто оценить разность мы не можем. Мы должны представить через алгебраическую сумму. Корень из трех плюс минус корень из двух. Для этого первое неравенство умножаем на минус единицу. Получается минус корень из двух. Знаки неравенства развернутся в противоположную сторону. Будет минус 1,4 и минус 1,5. Опять возвращаем неравенство, чтобы было от меньшего к большему. Сумма получается от минус полутора корень из минус двух больше, чем минус 1,5 и больше, чем минус 1,4. Нам нужна сумма, то есть добавляем оценку корня из трех. Корень из трех у нас в границах от 1,6 до 1,8. Выполняем сложение. Я вот здесь запишу. Получается корень из трех плюс корень из... Так, не плюс, а минус мы с корень из... Корень из трех минус корень из двух. Получается разность у нас. И выполняется минус полтора плюс 1,7. Это 0,2 и минус 1,4 плюс 1,8 получается 0,4. То есть наша разность находится вот в таких ограничениях. От 0,2 до 0,4. Мы сегодня с вами рассмотрели три основных свойства. То есть на сложении числовых неравенств, на умножении числовых неравенств, и на возведение числовых неравенств в степень. Внимательно смотрите, когда мы что можем найти, что использовать. Не забывайте, что у нас нет деления вычитания, поэтому мы должны сначала выразить число, прежде чем записать оценку разности, либо оценку частного. Ну и до новых встреч!